я вот в детстве много-то готовила всяких прикольных, она возможна только, да, ну, это очень, в приготовке не нужно торопиться, правильно, если готовить, то есть, как говоришь, любить, то нужно иметь время свободное и спокойно себе готовить, тогда это и есть, как бы, любовь, но когда у тебя, помимо этого, много других забот, то, как бы, нет, если ты обеспеченный, да, человек и не вынужден, как бы, ну, зарабатывать, всегда что-то делать, то, в целом, в этом, да, кайф, для некоторых, наоборот, есть, как, например, у них есть определённая работа, да, когда у человека работа, например, например, у меня работа, она такая, не имеет графика, вот, а есть у людей, у которых работа там с, ну, там, с определённого времени, определённые часы, всё, он отработал, и всё, у него есть свободное время, и вот у каждого есть какая-то, какой-то хобби, какая-то любовь, кто-то вяжет, кто-то готовит, кто-то, ну, чем, что ближе человеку, вот, я больше люблю сидеть в кафе, вести эфир и ждать, когда мне принесут что-то вкусненькое, не знаю, ну, люблю я, даже вот дома бывает еда есть, именно вот сама атмосфера, приятная музыка, вот, я люблю, так, так больше нравится, не, просто есть люди, которые прям реально не едят в ресторанах и в кафе, не потому что у них нет денег, вот, вот не любят они, просто как-то обрезгуют, не доверяют, мне очень важно, какую романтику, мы просто поговорили, вот, и говорит, о, не-не-не, но моя мама не знаю, сколько в жизни вообще в кафе бывало, раз, за всю жизнь, раз в три микс, очень, она, то есть человек, который, ну, приготовит сама, она всё, она всё сама готовит, вареньки, пельмени, хотя это уже давным-давно люди все покупают, что это очень, не, я люблю, я люблю, ну, это ещё зависит от города, например, подмосковье, в Москве, ну, и в каких-то таких мегаполисах, это нормально ходить по кафе и ресторанам, это типа, ну, в этом нет ничего такого, вот, в Сибири, например, ну, в моём детстве, это только вот на какой-то праздник, и то не факт, вот, поэтому мы, и то, мы, знаете, я помню, мы ездили, вот, праздник был, у меня папа тогда ещё лишили его прав, потому что он был пьяный за рулём, знаете, в какое, вот, я не знаю, как здесь, но в Сибири вот такие были палатки, в которых шашлык жарят, просто, для меня это был праздник, понимаете, что, когда мы на праздник поехали в палатку, вам так это и называлось, в палатку, типа, чтобы купить, там можно купить шашлык, блин, ещё у нас, кстати, прикольно, день города, знаете, как проходил, у меня в городе моём есть такое здание, и там у этого здания, это водный вокзал называется, вот, и у этого здания, там всегда концерты происходили, то есть, день города, например, хишка, там люди стоят, жарят шашлыки, ты покупаешь шашлык и просто ходишь всё время, день города какой-то заключался, что ты всё время что-то ходишь, ходишь кругами вокруг этого здания, ходишь, ходишь, с кого-то встречаешь, здороваешься и дальше ходишь и ходишь, ты не знаю, типа, ходишь просто кругами вокруг этого здания и встречаешь своих знакомых. вот спасибо давайте уж три звезды хотя бы уже который день не могу трех звезд допроситься вот и не вижу в этом ничего плохого где-то на сибири иркутская область город устькут ай блин у меня кожа тут слезает не слезает мне уже хочется ее звезду пожалуйста для звезды блин я содрала этот еще рано кровь там нельзя показ болячки то что за это банят причем знаете что это за это могут забанить на сегодня какие планы сегодня мне нужно будет на лазерную эпиляцию вот что еще хотела там много сейчас просто я не могу соображать в этом в эфире сегодня я хочу чтобы во рту выставал честный вкус не очень дорог твой взгляд и у вас его фоне саша со всех аккаунтов решил зайти мне очень важен твой смех я еще о чем поговорим сколько поешь в 55 не знаю пока чуть тренировками делать в принципе я наверно на пилоне могу заниматься есть конкретно заболеть но сейчас у меня палец заболел на ноге вообще фигня как палец большой все это и и и и